Болимся! Боже наш, Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови эти наши занятия по Слову Твоему Святому, чтобы Слово Твое растворилось в нашей жизни, чтобы мы могли жить так, как, Господи, Ты нам заповедуешь. Ибо только Ты знаешь правильность жизни человеческой. Ты Создатель наш, Творец, Зеждитель. Помоги нам, Господи, все преодолевшие искушения, все испытания устоять в вере на надежду воскресения и жизнь вечную. Помоги много милости достичь блаженной пристани Царства Твоего Небесного. Чадом нашим помоги стать верными Тебе, когда войдут во взрослый возраст. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Продолжаем. Изучение Священного Писания. Послание апостола Павла. Тимофею, Тимофею, да? Киту. Киту. Киту это, да? К Титу. Первая глава, восьмой стих. Ну, значит так. О чем предыдущие прочитаем, чтобы было понятно все. С пятого стиха. Титу. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, раздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Это первая глава, это первая глава титу, послание девятый стих. Итак, толкование. Титу. Какое только учение будет иметь успех, как и учение самого Павла, апостола. Чтобы как своих охранял и укреплял, так и врагов отражал. Ибо кто не силен, не с врагами бороться и пленить всякий разум послушания Христу, не своих утешить, вразумлять и утверждать тот же епископ. Другие добродетели можно находить и в подчиненных, как то странолюбие, здравомыслие и прочее. Но что более всего характеризует епископа, это учительство. Так, тут у нас выделено в начале самотолкование не торжественность в выражении, а опытность в писаниях. И на эту позицию, на это место у нас толкование Игнатия Тихоновича Лавкина. Комментарий. Комментарий, да. На это толкование, комментарий Игнатия Тихоновича. В любом деле, в любой профессии, практика и опыт при приеме на работу имеют не наиважнейшее значение. По этому же принципу, обращая внимание на опытность в деле проповеди, опытность в писании и силу в мыслях, должно бы принимать на служение и пастыря. А сегодня главное внимание архиерей обращает только на то, как тот может совершать богослужения и требы, собирать деньги и отчислять в епархию. Кому не ясно, что это совершенно не имеет ничего общего с вышеуказанными словами Павла и Феофилакта. И фактически есть новый опыт во вновь созданной религии, ничего общего, не имеющий с православием, которому послужили истолкователи священного писания. Иоанн Златоуз говорит о необходимости тщательно исследовать писание. Контекстово. Все мы, неродящие чтение писаний, терпим от этого вред и оскудение. В самом деле, как мы приведем в благоустройство дела свои, если не знаем тех самых законов, по которым нужно приводить их в благоустройство. Далее. Нужно тщательное исследование. Нужна, кроме того, и постоянная молитва, чтобы хоть немного прозреть в святилище Слова Божия. Еще следующее место. Будем исследовать писание, чтобы не коснулся нас грядущий губительный для души голод. Будем усерднуть писанием, чтобы не заблуждаться и не увлекаться всяким ветром. И также преподобный всего новый богослов. Все божественное писание, ветхое и новое, ведет естественно больное человеческое естество к Иисусу Христу, единственному врачу души и тел, души телес наших. Кто остается непричастным к его божественной благодати, тот остается и неисцеленным. А кто причащается к его благодати, у того душа перестает быть больной. Все, на причастие речь ведет? Кто причащается? Семеново Богослово. А причастие благодати, что намерет? Ну, причастие благодати, это же не причастие конкретно. Что значит? Причастие благодати, это значит стяжание Духа Святого. Не о причастии речи идет? Не конкретно причастие. А впереди еще какого святого отца тут приводится? Нет, это ям Златоуста, все. Три места Златоуста и одно. Комментарии-то какие? Вообще тут мое. Нет у вас тут вашего, ничего нет. Они цепляются там. Они раньше сказали на эту тему. Вот Блаженный Афектулах почему не сказал это? Не знаем. Но это именно то необходимо, даже более веско, чем тут сказано. Дело все в том, что тут-то есть ваше. Вот самое тут для них, что неприемлемое, то вы говорите. Кому не ясно, что это совершенно не имеет ничего общего. Слушай, указанными словами апостола Павла и Феклака. Вот это они не приемлют, конечно. Они тут же говорят, а это вот вы уже, значит, от себя. А что-то непонятно, когда это будет. Вот на работу, когда принимают, иногда требует характеристику. Это сложное дело. С прежним предприятием ты уходишь, и чтоб хорошую характеристику тебе дали. Это не так просто. Вот Чарльза Диккенса там описывается, как во время одного несчастного случая, там какое-то племя живет. Знаете, на острове. И они попали на реки Амазонки. А вон, когда пропал, его жена начала искать, где. Ну, примерно, вот тут они должны быть. Искали, искали где-то они. А он что? То-то живет, все знает. А что ты умеешь делать? Да я ничего не умею делать. Я просто работал. Ну, посчитать. Посчитал, так АБ, АБ, он так ошибается. Там очки надели, не помогает. А этот начал хорошо читать. Ему так понравилось, который там хозяин. А у него там пять жен. Ему понравилось на острове. А он по-клески знает. И он тогда думает. Каждый день его не работать, только читай романы эти. Он читает. И когда узнали, что жена едет на этот остров ее проводить, а им какое-то кураре там дали выпить. И похоронили их в земле, там гроб, они там дыхание почти останавливаются. И жена приехала где-то. Да он был, да, был здесь. Был, но вот он недавно похоронили. Ну что? Она уехала нищем. Тогда раскопала она ее опять. Чувства привела к себе. Его знания, которые он имел, помешали выйти на свободу, на родину. Поэтому какая характеристика дается, хорошее или плохое, и кому? Я к чему говорю? Допустим, вот плохо на фронте было. 41-й год. И тогда подходит там Василевский и говорит, Иосиф Васильевич, капитаны не могут же фронтами руководить. У него опыта-то нет. Он не учился ни в академии, нигде. Ну а где я возьму? Ну есть такие, которые еще не расстреляны. Ну да, кащи их сюда. Ну, указание надо, чтобы дали. Берию это вот так не выпустить. Он написал, и кого? Константина Константиновича Рокоссовского. Он зэк. Ну приехал, и сразу такой, это тебе нужен, добавим сейчас. Ну он сразу генерал, там лейтенант. Дальше пошел, а закончил маршал. А потом военно-силами вооруженными в Польской Республике, он в полях где-то был. Характеристика должна быть. И Васильевский так какую-то характеристику, что он оттуда вышел. И всю жизнь был ему благодарен. Я говорю, это не случайно. Когда на работу где-то берут человека, но перед этим он должен где-то, ну, даже на учебной скамье был. Масоны это всегда делают. Узнают, поцелают человека, все узнают. Принимать его в ряды масонов или не принимать. Перспективно или нет. Жаклина Кеннеди в будущем, она с женой познакомилась еще в университете, и она увидела, танцуя с ним, он страшно перспективный. Вот женщина какая. И в дальнейшем будет президент. Так вот везде спрашивают, какой ты был. А Павел говорит о чем? Он говорит они об этом. Не только сказать об этом. А какие дети? Епископ какой? Такое-такое-такое качество епископа перечислил. Детей содержащие, которые послушные там, неблудливые. Так? Впереди. Но при чем тут я? Я их учил. Учил действительно. Но сын пошел таким путем. Сын за цены отвечает, а отец за цены отвечает. И он на дорогу перешел. У него характеристика блестящая. Ставец бы сказал, дети есть, есть. А какие дети? Да дочка у него, но она такая вольная, то вот она не подойдет. Он не стал говорить, ты можешь, а ее мы научим. Она по одной гладиточке будет ходить. Даже безбожники этого не требуют, чтобы при приеме на работу были характеристики детей хорошие. А при чем тут дети-то? Я специалист. И мы понимаем, что требования апостола Павла несправедливые. Несправедливые по человеческим меркам, которые здесь. А это справедливо. Справедливо с той позиции, а ты с каких пор брал ребенка, ну как родился. И за 18 лет не научил ничего, не научил. А как ты можешь народ учить? Если ты в доме порядок не навел. Вот с этой позиции. Домашнего какие порядки, непорядки, на Рокоссовского никак не влияли. А здесь влияют. Это нравственно. Забота. Поэтому, когда начинают эти мерки мирские переносить, они никак не подходят. Там этого нету. Я бы нигде не слыхал, чтобы на работу принимали, чтобы дети были благочестивые. Ну, Ерцина, какие дети? У Брежнева какая-то была. Галина была. Галина, прошло. Ну, она запилась-то бы проще. Ну, я говорю, у Брежнева. У Брежнева. А у Хрущева стрелил мимо и убил летчика. Яблоко на голове расстреляли когда. Его на передовое, его убили. Это Хрущев, говорит, Сталина уже никогда не простил. Какие у тебя дети? А у Сталина какие дети? Что делал Василий? И с ним ничего не могли сделать. Только после смерти Хрущев его сумел зажать. И никогда этого не было. А здесь требуется забота. И не поэтому ли епископом стали ставить. Вот этот барьер не перейти епископом охота быть, чтобы детей не было. Не жилите. Все, этот пункт они вырезали полностью. Сейчас епископ, который воспитывал, на кого воспитывал-то? Монах. Воспитывал вот такой, как здесь был Гедеон. Он с женой развелся, а дети уже взрослые. А это можно? Да, можно. Виновата жена, законно развелся. Да-ка дети не такие. Ну, они взрослые теперь. Я тогда был такой-то. То есть мы должны это все совместить с сегодняшними. И когда в патриархии где-то что-то решают, они как будто бы никто не считал Писание. Решают по одному-двум пунктам. Надо брать все объемно. Почему? Мы говорим, что Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Но такую должность ставим. Самый молодой генерал в Советской армии во время войны кто был? Черняховский. Черняховский, да. В любиме Сталина. 44 погиб. Жестокий, умный. И снаряд разорвался. Пробил бронированное сидение там сзади. Прямо в него. Он декадал. Это что, конец? Сталину ты позвоните, скажите. Что? А что Сталин-то? Сам он у нас это убитый, что надо, не надо. Когда ты читаешь, ты всегда применяй так. Апостол Павел говорил. Аминь. Но почему? Какая была обстановка язычных и физичников? Так, а всегда узнавали? Не всегда. Но если такое было, что дети хорошие, его сразу ставили. А откуда вы это знаете? Жизнь евангелиста Марка. Он идет, к Александрии подходит. Вот этот Евангелий написал Марк. И у него, говорят, случайно ничего нет. Подошва оторвалась от сандалии. Сидит сапожник. Он к нему подошел. Говорит, ты можешь починить? Да что не починить? Давай. Раз и шила-то сорвалось. И прямо руку, ладонь проткнула и выскушила. Ой, ой, как это. Он подошел. Он раз затянулась. А что такое? Что? Именем Христом. Я же сказал, во имя Иисуса Христа рано исцелей. И она затянулась. А кто такой Христос? Он стал ему говорить. Так пойдем ко мне домой. Ты это больше расскажешь. Он пришел, у него сын. А сын умница такой. Он прям сразу. Христос. Я знал, кто-то должен был прийти и скупить. И он тут же их руку полагает. Одного пресвитера, а этого епископа. Никакого испытания. Шила одну в руку ткнула. Если бы сейчас Сергей так коснулся и сказал, да твое прошлое не надо, там 52 жены твоим. А чего пострадал? Да вот такое там. Поцеловал одного, если любил целоваться-то, как Брежнев. А тот меня и тяпнул за зубы-то. Вот это да. Это так ты любишь всех. Вот этого нам, епископа, и надо. Хоть и митрополита ставь. Он всех любит. То есть фактически-то вот как рассуждали. И не надо никакого было срока. Вот Кипрян Карпогенский, он обратился, колдун был. Самый сильный колдун Востока и Запада. Сколько лет в Египте учился, у индейцев. И пришел, знаете, в житие какое там? Юлиана Мей. Иустина. Иустина, да. Иустина. Ее полюбил христианку один язычник. И намагался ее. И она дома заперлась, а он пошел в колдуну, когда мой демона наслал в грудь. И вот как на нее нашел, она ничего нет. А его видит только к нему она все. И она поняла, что это не от Бога. И стала молиться, плакать. А тот еще не может сделать. Демон-то разжигает ее. Ну, обычно там подколет, там за ухо дернет. Сережку ей подкинет. А это никаких. Пришел к сатане. А сатана и говорит, ну как? Юлиана, что-то отдал, а он душу подписал. Если у Истина будет моя, душа у тебя будет сатана. И дальше это пошло как? Бес постоял маленько, не могу. Как не могу? Ну, не могу, говорю. Да ты же сколько раз разжигал там, и жена изменяла мужу. Тут что-то такое, я не могу. Он послал второго, второй ничего не может сделать. Да что это такое? Пошел сам. И сам начал, и ничего не мог сделать. Не мог. А та юноша пришел к нему, говорит, ну а где, Вустина-то? Я душу подписал, а нету. Я ничего не могу сделать. А насылал-то все эти демоны-то, карфагенки, киприан. Это он насылал через эти-то. Ничего не может сделать. Почему? Она именно раз пятого призывает. Как-то. Это только призывает, и ты, сатана, ничего не можешь, не могу. А что ты будешь делать, когда придет он в сатане? Так мне понравилось. Он схватил, и давай душить его. И он вырвался, и в храм. И в храме он не вышел. Василий Великий говорит, оглашенная, три года. Да хоть пять лет, я не выйду из храма, он меня задушит. Василий говорит, крестите. Когда стали крестить, в воду уходит. В это время с купола оттуда летит, а так, купчая, которая душу продал. Вот как было. Все, вот с вами эта душа продана была. Маленькое время проходит, совсем немножко. И окрестите, олимписткоп. Он где-то 22 года, что ли, олимписткопом стал. Вот тогда правила еще не было. То есть, характеристика. Он такой молодой колдун. Ревность. Да не, не 22 ему было. Где-то, может, на Афиму 20 было ли только. Побольше ему было. Он же учился долго. Учился, учился, он с детства учился. Ну, с детства. Да, вот там описано, надо посмотреть просто. Но он совсем молодой был. Но главное, срок-то никакой. Люди говорят, он колдун был. Был, но отошел. И вот именно ревность, она сокращала сроки эпитемии, сроки оглашения, все. А не так, что от и до. Когда явно дело, ну, зачем ему вот. Вот пошел человек учиться. А его дома священник натолкнул, и начал ему вот Осипов, Алексей лично. Он поступил, когда в семинарию, его сразу перевели на четвертый курс. Проверяют, он все, первый курс знали, второй, второй дом на домой, во священник учил. И он сразу на четвертый курс кончился, и сразу в академию. Вот это надо работать, и чтобы город был на вершине горы. И вот это апостол говорит о чем. Это был опыт тогдашней жизни. Вот это надо. А если биться? Вот это дерется епископ, если у нас был Максим, его бы уже не поставили. До этого он кулаки распускал, и теперь там распускает. Какая-то монахиня там с клирса не ушла, он ее закрос, вытащил, ну, прол ее, и там как поднялись до патриарха, местный епископ, который, ну, а как пишут, я не видел. Ну, и врач он должен сделать, а то и три раза сказал, он о ней уходит, поет, портит весь хор. Ну, не бить. Ч-ч-ч, ну, тихо-тихо, успокойтесь. У нас, у меня племянники двое, один у меня жил на квартире, и приехал во фрус, а там племянник от другой сестры. Ну, и тот что-то не так взял, он тогда палку дает, от которой у меня-то жил, говорит, ударю. А ты что сам? Мне нельзя, я христианин. А я говорю, вот ты ударил. На вас что ли? Наша школа. А что, ты ударил, а то он сам прибыл. Общий пример. Давай. Господи, помилуй. Итак, первая глава, десятый стих. Ибо есть много и непокорных, пустословов, и обманщиков, особенно из обрезанных. Толкование. Блаженый фифилок. Он указал на корень всех зол. Непокорность. Так как непокорный не хочет состоять под начальством, а наскакивает, чтобы начальствовать над другими, очевидно, ничему здравому и правому не научился, потому что не хотел снести, чтобы его учили. Прилечающий себя и других есть суислов и умопрещенный, особенно из обрезанных. Их и Господь укорял в любоначале, потому что они не оставили этого недуга и после того, как уверовали. Такие они и есть те кабинеты, где, говорит, Абрам, туда и Сару перетащит секретарем. У нас сейчас 11 декабря будет суд выписать человека из моей домовой книги, он не живет 8 лет, никаким образом, только через суд. А суд-то выписать, только черкнуть и выписать, чтобы я не платил за это. А они теперь назначают, мы документы Севастяна печатали, меня отвезли, паспорт показал, с меня деньги надо высчитать, а я не даю. Теперь выписать, а они пишут выселить. Ну, выселить это другой вопрос. Ну, я Севастяна говорю, выселять-то кого, когда нет 8 лет-то? Он смеется, говорит, ну, там так написано. Там написано так, другого-то правила не принято. А почему? Новые рождаются свои, обрезанные. Надо кормить их, ему должность дают, сейчас кабинет есть, теперь а что платить будет? А давайте мы суды сделаем, они юридически все кончают. А что там? Да там все понятно, ну, ты надо расширить, расширить. Как сказал Женистин, пишет, там Хиколай Гулак-то. Органы-то раздуваются, и все время надо лобить. Товарищ Сталин, мы еще найдем, искать надо. Духовная Академия, что ты, там тоже есть. Есть товарищ Сталин, Абакумов. Так, можешь идти, товарищ Сталин, а дверь обойдет, и... Абакумов, а ну-ка стой. Да ты же перекрестился. Ты верующий? Никак нет, товарищ Сталин. А почему? Не знаю, по привычке. Абакумов. Ну ладно, иди. Абакумов. Так, расстреливать надо, закон принять, Иосиф Биссаренович. Так, закон-то будет, тебя, может, первого расстрелять надо будет. Как мне? Ну, если где-то будет, ты же, это, хочешь, чтобы статья-то была, товарищ Сталин, ну, если я заслужу, заслужишь Абакумов. Туда потяну. Это в круге первом. Фильм поставлен, пока она сложились. Мы ратуем за стройные законы, а к себе-то примени, как? Батюшка где наш? Батюшка. А? Ну, под больным, под больным. Сегодня сон видел, батюшку, никогда так не видал, ни одного сна. Батюшка стоит, кажется, с отцом Михаилом, этим курочким, который в аварии разбился-то. Я вчера фильм-то смотрел, и они стоят. И как только батюшка, отец Михаил, поворачивается и превращается в батюшку. Я стою отца Михаила, заглядываю туда, на той стороне-то, а на его месте уже батюшка. Я сюда смотрю, батюшка опять на этой стороне. То есть все время, как бы отец Михаил делается батюшкой. Что это значит? Притом в храме это. Сие нужно обдумать, помолиться Господу. к матроночке на могилку съездить. Сколько ему лет? А крест был? Не было. Ах, тогда ладно. Искушение было. Было многое, что такое без креста-то? Ну вот такое, чтобы вот так вот, прям тень, как это, накладывается, саду раз, выше ростом, а тот ниже был. И на его месте батюшка стоит. Сколько ему лет? Никогда не видал такого сна. Даже просыпаться неохота была. А Михаилу сколько лет-то? Ну я не знаю, сколько-то лет. Наверное, батюшка это почти. А нет, почти раистники. Он старший брат Евтихия. Ну который в Ишиме. Ну да. Брат, епископ Евтихий, это батюшка он нет вообще. Разбился на машине. А тут уже, а тут уже, может быть, на место батюшки были такие. Евдокимов разбился. Евдокимов, губернатор. А жена рядом, целенькая. Она наклонилась в это время. В это время она наклонилась. А у Баварина, как ехал та же, он разбился, жена живая. Вот сам Михаил, жена разбил, это муж разбился, жена живая. Вот тварь живущая, как знаю. А ну хранить. Змеи так и змеи. Змеюки. Ну а они... Кто там змеи? У нас ехали с оваленьки. Машина так охутарилась его. И главное, она... Да, да, да. Она не жена пристегнутая. А как ударила, дверь открылась, ее вышел. А его этим переломило ремнем. Ну они какие израненные все, женщины-то есть. Ну это все так, ну живая. Ранятые мужики, мужики-то все слабые. Ну потом, скажите, как с этими раненами. Игнатий Ильич, давайте я всех примерю. Вот, я всех примеряю. В Мариэл, в республике, позавчера, лесовоз пытался обогнать автобус маленький, микроавтобус. 14 человек там было. Наоборот. Автобус обогнал и врезался в лесовоз. Простится, ну, ужас. Про змей, что-то там разговор. И начал, начал обгонять лесовоз, и лесовоз ударил по автобусу, поэтому. И вон, кюветы, и все, все убитые. Все траур. дети, один ребенок, женщины, ну и мужчины, все подряд. Не приведи Господь, не запрещено. Майер Эл называется. Малейская республика. Если смерти, то мгновенно, если рано небольшое. Кто песню пел? Песню пел. Все девушки, помолодо. Я пел. Кто пел? Пел. Бернес пел? Да, приказ ему на запад, да? Я и другу. Марк Бернес пел. И не троится. Это сто процентов. Так, одиннадцатый стих первой главы. Каковым должно заграждать уста? Они разращают целые домы, уча, чему не должно из постыдной корысти. Блаженный Феофилак толкование. То есть сильно обличать, заграждать, чтобы замыкались у них уста. А что пользы, когда они из непокорствующих истине вопрос? Для них никакой, но полезно это для тех, которых они могут развратить. Если епископ будет молчать, за развращение их самый епископ даст ответ. Значит, говорить надо, когда неправильно поступают. Вот я пришел и хотел тут роботов иметь, а их нету. Я вам интересный фильм показал. Вот представьте, сегодня теплая погода, теплая погода, снег липкий. Сегодня очень удобно делать эту снежную бабу. Катишь комок, и он налипает. А в городе грязно, слой тонкий, и когда в огороде у нас они катают, грязь эта огородная вся прилипает. И одна из наших девочек выглядит длинное платье, шикарное широкое платье, и шарф почти до полу. Она катит, руки сразу замерзли. Ну видно, комок весь облегченный грязь. И что она? Она натягивает рукава, и начинает комок дальше катить, и комочек этот подбирает и туда. Но так неудобно там, надо отрезать рукава-то. Она дальше делает так, шарф наклоняется, а шарф по земле висит. Вот такой висит один конец другой. Она этими концами белого шарфа этот грязный второй комок поднимает, катит его. Девчонка-то на выданье. Я сколько раз учил в лагере, у нее нет понятия чистоте никакого. А я сижу здесь. Я все это вижу, могу снимать. Дальше что? Она один комочек уточила, но шарфом не очень ей, видимо, он узкий шарф-то. Дальше она подходит, а юбка широкая, она юбкой, с двух сторон этот комок, юбкой катит, юбкой. И потом этот грязный комочек такой, опять юбкой подхватывает, принесла, положила, тряхнула, пошла. Это у Насти такие ребятишки? Это у нас такие ребятишки, здесь сегодняшние. Поняла? Так вы куда женщины смотрите? Я ее учил, учил, они у меня камыш когда косили там, а камыш это же камыш высокий, Володя косит, но с него летит, они его берут, на тележку кладут, но по ногам ноги грязные, грязные, вот такие вот, как это, стенка вот этого. Она ложится спать, даже ноги не ополоснула, она просто ложится с этими грязными ногами. Не просто грязная, а грязь, одна грязь. Что ты так делаешь, она это, она не понимает. У нас была не на желтый нервы, она решила взять патронтаж над этим. Шепс да. Она все у них вымола, постирала как следует, прогладила и стопочка положила, но платье, в котором идти в церковь, она положила почему-то пониже. Заходит девочка, только она сказала, что тут, платой швырнула на полу, а ходят у нас там, ноги не снимают, второй, третий, все разбросала, вот мое платье. Его надевают и все пошло. Это все, что гладила, выглажена, Нина зашла, все лежит на полу. По ним уже ходят люди. Это как, в какие оборота тащить? Это не сегодня только, она завтра будет такая. Это мужу не понравится, это дети будут необихоженные. Ты хозяйка, сестюлька, скажи, как это? Да вообще срам. Так а почему же вы ее не учите-то? Она здесь наша, дорогая, милая сестра. Не видели. А? Не видели. Не видели? Да как не видели, когда я рассказывал? Я вижу. Тихо, кто в лагере побывал, только те знают. Да я все это рассказывал. Я их учил, тогда она вымылась, все как надо, и на каждом шагу она, девчонка, начинает смотреть. А почему? Все это от старших, от родителей. У нас не было, чтобы мыть, но этого тоже не было. Ноги в тазике помылись. Я с Татьяной была тогда в лагере. Ну? Мы с Татьяной придем, наведем порядок, разложим полки, через полчаса придем, все вывернуто. Без понятия. Они ни книжки не берегут, ни ничего, что есть. Потому что даром все дается. О! Вот я сегодня вслух сказал. Я говорю, Володя, это только от того, что даром дается. она не вязать, шарп она не умеет вязать, платье шить не знает. Она никакой цены ему не дает. А это все новое мы дали. Да как с верой это то же самое, с духовным просвещением. Вот она не выставленная вера. Он даже запомнил. А если бы ты искал, по одной буховке собирал, я бы сказал, как вырезать только. И тогда, Господи, сколько у меня богатства сейчас есть. Вот человек, вчера Володя отостал только ему в Израиле. А он сразу спрашивает, я не могу достать Библию полную, каноническую, на 77 книг. Вы мне помогите достать. Ему это обойдется дороже в несколько раз. В несколько раз. Потому что, если она, я не знаю, сколько ей Библия это стоит с неказательскими книгами. Ну, где-то 500, 600, 700. Нет, Большая, крупная. А, крупная? Ну, тысяча рублей это сто процентов. А его обойдется не в тысячу, а больше. Конечно. Еще и отправка там. Понятно? Это человек интересуется. Он получил это, все получил. Уже что, просил, книги выставили. А вот, такой Библии-то нет. И он опять заказывает в Россию. он нащупал, что мы сразу ему номер написали, под таким номером посылка ушла. Я каждый день могу следить, где она идет эта посылка, где дошла. Городия. В каком пункте? Где дошла до границы. Пошла дальше там. Ему это понравилось. Все. Давай. Можно вопрос? Ну вот она вот, такие у Насти дети, но она Настя-то видит же это все на свете? Или она сама такая была? А я не называл ее такой. Я не называл фамилию, ни имени. Ну мы догадались же. Так она и догадалась. Это не хорошо. Нет, ну как? Не надо называть по именам. Учить ты их. Должна приучать. Я даже вас сейчас не буду называть, чтобы никто вас не нашел. Не правда. Я только могу сказать, дорогая сестра, не называть. Но такое дело. Родителям говорили многократно. За руку подводил и тыкал. Если у меня что-то где-то теряется, я в первую очередь иду к ним. Сахар лежит. Они сахар пальцем дырку проделали, подходят, сахар рассыпают, в горсть себе бегут, играют. А у меня лежит, там играют в насольный теннис. Лежит компот, мешки. Подошли, расковыряли. И при том все одинаковые. Расковыряли, и теперь ходят, других угощают. Понятно? Насытые дети, насыщенные. Они не могут здесь. Если что, я с первым делом, вот у Рюльпинки так косточки остаются. Теперь я сказал, ни одной не брать. Они идут, в одном месте схватят косточки, а дорога будет, там теперь будут колотить поленом. Не брать. Соберет старшая тут сестра, и потом сколько детей, поровну разделит. Мне и больше никого не знаю. Вот беда-то где. Если, говорит, вот я рассказывал, он видел таких, у них там трое ребятишек, за стол садятся, а суп-то горячий, а там мясо. И только садятся за стол-то, ребятишки сразу руками туда в суп, каждому запотить кусок мяса. Это даже вообразить нельзя. Нас приучили так, малину собираем, а первое, так мало-мало, мы сидим вдвоем, второе мы разбираем. Это бабушки, так отдельно, это тяти придет с поля, это маме, а каждому охота, руки трясутся охота, нет, не возьмешь. Был один раз, Аким получил на елке я, эти крупные были, вот такие конфеты, как шарики где-то. Он вечером пришел, а их нету нигде. А в семье-то ребятишек много, и все подозрения пало на одного. Его залучили отдельно, брал? Нет, не брал. Ну его в сторону, там отдельно, не брал. Я говорю, вы ему пообещайте, положите перед ним еще, и скажи, если сознаешься, получишь. Ну ему положили твой конк, брал? Да. А что ты? До света на елся. Хоть один раз, до света на елся. Но пришлось Вете еще отдать ему конфеты. На светы желудоке умирать нужно. Помните, как это, завещание. Паша, Паша, ну зачем же ты отобрал-то, все-то съел один. До света на елся. Это в человеке все. Вот он поедет, и засталась ткамейка, около, а так поднялся, он идет. Я говорю, а ты вчера во сколько лег? А он наелся досыто, идет, пустит, наелся, ну маленький совсем. А вчера-то ты вечером не был, а мама картошку делала-то, с рыбой. А тебя не стали будить? Не стали будить. Он развернулся и заплакал. Уже полный не может, но вчера еще он и поел, это и заплакал. Вот беда-то наших дней. Мы учили от этого, отучили, все. Он не стал больше так лично опросить, но он учился пить и пьет по сегодняшней день. Безмерно. Я говорю, а зачем ты пьешь? А меня, говорит, назвали сектантом, баптистом, а они не пьют. Я вот теперь пью, явно видно, что я не баптист, я православный. Игнатий Иванович, найдет причину. А вот еще к вам вопрос такой. Несколько доказательств. Немножко умозаплючение вопроса. Я посмотрел уже на наше общину, главное выросли дети уже, выросли дети большие и уже могут остаться в общине, как у баптистов, и дальше там счастливое наше будущее. Но судя по тому, как у нас сейчас все в нашей общине православное происходит, теперь совершенно понятно, почему вот этих общин, которые писал апостол Павел, нет уже. Вот так, если на нашу взглянуть, у нас, но я бы не сказал, что самая такая неказистенькая община, она вообще уникальная. У нас Слово Божье, Сергей Павлович, вот это же он не так давно пришел, ведет занятия, причем хорошо идет занятия, грамотно. Три раза в неделю. Вы у нас вели занятия в университете, это было, будем так говорить, стратегическая бомбардировка настоящая. И сейчас, как ответ на вопросы, это точечный выстрел по противнику. Раз он вас призывает, если кто-то не понимает, какие-то там начинают вопросы крутиться, то есть, я о чем хочу сказать, что на все вопросы духовные есть ответ. Казалось бы, ну чего не расти общине-то дальше? Дети здесь есть, родители их растят верующими уже. А пословица действует, солдатами не рождаются, ими становятся. И продолжение, вот на основе нашей общины, мы можем прям новые веяния в православие ввести, в нашу церковь, сказать, что ни в коем случае детей крестить нельзя, католики правее нас. Прямо сто процентов же можно сказать. чтобы дети хотя бы в какой-то возраст осознали, что они все-таки не такие, как родители. У нас-то все происходит с точностью, да наоборот. Дети такое впечатляют, как будто это наше все. Как, подождите, а как же вера от слышания, слышание от Слова Божьего? Как добиться того понятия, слышали они Слово Божие или не слышали? Я так понимаю, вот сидит рядом со мной брат, ну про вас говорит что? Вот сестра, я с ними вместе ходил на благовестие. Мы постоянно на занятиях с ними. И мне скажут, вот верующие кто есть? Первый, будете прочитать. Я начну прочитать. Сергий, Валентина, Елена, ну и там вот мама даже у меня, Валентина, она тоже слушает, хотя иногда непонятно, что она там услышала. Но однако это верующие люди, которые жаждут слышать. Им интересно это. По глазам видно, и вопросы начинаются. У наших детей одна только была Лена в Сокольске, которая задавала вам вопросы в начале. Это было ей 12 лет. Лучше бы она сейчас 12-летняя была, хочу честно признаться. Потому что сейчас-то никаких дальше... Ну ничего не раскрылось. Я думала, ты сегодня так говорил, Ирёма останется, думаю. Ну, он сидел такой прям. Как смотрел внимательно. Думаю, ну она ракоснулась сегодня точно. Я... Отсюда назревает вопрос. И что? Община наша. Община наша. Она же недолго не выдержит на бабушках. Помните, когда говорили, придёт такое время, когда у нас массово будут уходить сёстры. Массово будут уходить. И это время-то уже настало. Сёстры уходят. Одна за другой, одна за другой. Уже 10 сестёр ушло. И брат один. Уходят. Ну, как в смысле, в землю сыру. Ещё немножко, и я уже подхожу к этому возрасту. Я был 30-летний, когда начинал. Сейчас уже на 60 лет. Серёжа уже тоже ко мне приближается. Ну вот ещё Володя более-менее молодой. А дальше кто есть? Василия, что вспоминать? Ну, Василий. Только Василий вообще у нас не причащается ничего. И кто... Как кто останется? А мы поём. Сегодня поём. Иисус в нашем сердце. Нам, молодым, мы смеёмся. А мы на своём, молодым. Поём. Вот, сидит, мама поёт. Раиса Николаевна поёт. Ей же 180. Мы в районе. И поём. Вот, нам, молодым. А Анфиса встаёт. Анфиса сидит, слушает, встаёт и уходит. Так она как послушала, как вы поёте, это вообще... Так а чё же она не пела? Кто ей не давал? А она сама, как я не умею пить. Они не поют. Они никто не поёт. Вы чё, не видите, что к нам один Нестор подошёл, на той, сел такой, с нами посидел, что-то туда-сюда, я говорю, чё вы не поёте? И там он, а я хочу петь. Ну так пой. А не поют. Не поётся. Потому что... Они монахами будут. Нет, никто из детей не поёт. Тарасий подойдёт, посидит, посидит, гитару возьмёт, побринчит, а из рота-то ничего не выходит. Из рота. Ротом нужно говорить. Из сердца не выходит. Да, нету сердца к этому. Из сердца нету этого. Вы бы только слышали, как я тут их на занятиях призываю любить Слово Божие и осознать, кто такой Христос. Что вы никто? Вот как сержанта. Говорят, только я не говорю, что они там это... Я говорю, ну вы понимаете, вы не верующие, вы номинальные верующие, как бы сказать, вы заочные верующие. Вы вот родились, а батюшка испугался, что вы помрёте. Взял вас, крестил. Я говорю, вот и всё. Дальше-то теперь вы должны как-то сами Библию брать. Кто из вас Библию открывал? Молчат. Огнюшка такая, раз. Я говорю, Огнюшка, ты сама Библию открываешь, да? Ну я понимаю, детскую Библию открывает, картинки там смотрит и так далее. Остальные-то никто. Вы посмотрите на и нахуй, это совершенно отрешённый человек. У неё в глазах уже ну, семья. Муж там, дети, дом её. У неё, она поверх нас смотрит уже, нас не видно. Обязательно, чтобы муж был старообрядец, чтобы нигде, Слово Божие, не звучало. Это самый лучший кляп забить. И она со старообрядцем знакома как раз. Я думаю, что это не закон, чтобы... который он не молчал, Волков, он везде выступал, его нельзя было остановить. Никому не слушался, всё. Я говорю, тебе только к старообрядцам, он поднялся, ушёл к старообрядцам. А там он на месте. Но ему там не по его, да. Тем не менее, уже сколько лет. А ты помнишь, как, вот сколько нас здесь вот? Сейчас? Ну да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Десять. Извы. Тринадцать человек. Тринадцать. Ну, один из нас предаст меня. Христос сказал. И когда ушли все, он к ответим обратился, говорит, да не хотите ли вы меня оставить-то? И все смотрят друг на друга. И только один сказал, что... у тебя глаголы вечной жизни. Так вот у нас. Точно так. Люди, которые здесь держатся, подойди вот так вот, такой вопрос задай. не жёл, наверное, а куда идти? Я везде была. Батюшка возвращается с поездки по России. Нигде ничего нету. Ничего нету. Мёртвая зона. Аминь. Воскресенье Олейка. Вон руку поднимаюсь. А, да, да, да. Я на Сергеевне. Вот пробужденный душа. Нет, я слышала о вас, как вы разговаривали с Америкой, которые с вами... Вы ходили, ходили, снимали, 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 и даже вошли в дом, а потом разговаривали по скайпу с этим... Из Америки. Из Америки. Акулов был. Акулов, да. И вы представляете? Баптист. Я вначале так думаю, он такой деловой, такой, да, да, Игнати, да ему с тобой, Игнатий Тихонович, начинаете ему что-то говорить. Ой, ну да брось, да я буду что, вовремя? Да что, вовремя вставать? Ну и так это начал мяукать. А потом, главное, так интересно, Игнатий Тихонович, ему приводят такие примеры, что это означает, как подводит дисциплине, как подводит, чтобы ты... Вот Богу отдал душу на сто процентов. Как ты бы, чтобы с Ним соединился, чтобы так делать-то, нужно любить Бога-то, Христа-то. Он опять, да че? Ну, нет, Игнатий, у меня жена платок не снимает. Вот так вот еще на него. У меня платок не снимает. Это не как у других. И опять, да ладно, Игнатий, че ты уже ко мне придираешься? Опять ему как-то. Я так смотрю, думаю, он че, ребенок, как будто маленький наш, этот, Тарасий сидит, тот отвернется, а так и это, и это точно так же. Игнатий говорит, че ты так улыбаешься-то постоянно? Че задаст ему? расхихикнет, расхихикнет. Я так смотрела, думаю, боже мой, правда, Игнатий говорит, это че-то такое, даже хуже нашего Антолика Смича. Антолик Смич сразу книжечку открывает, Евангелие, все. Мы открываем сало, ему другое место показать. Но тот как-то еще, ладно, и пошел, подчасовая это уйдет. А тут вообще ни в какого. Он говорит, хорошо, я это приму, сегодня у него хохочет-то. Я говорю, Златов говорит, рот развиваешь, не думаешь, что бес скотчет в тебя? И опять он, хихи, а где я смеялся? Я говорю, а теперь он смотрит. И замечает даже. Мало того, теперь я об этом тоже подумаю. Казалось непробиваемой, дальше тише, тише, по-сему уже вообще ничего. Пусть все закрою, а потом помолюсь, выберем как-то отходить. Поэтому водокол, долбит камень, и надо молиться. А вот такое будет. А это не твоя забота. Ну что делает Путин? Когда каждый год больше миллионов бывает людей. Во-первых, естественно, уборь старая умирает, молодые не рожают, а кроме того, едут на запад. На днях выступает там, ну не на днях, Карлин, губернатор Алтайского края, Александр Богданович. И говорит, вот мы учим, у нас хороший университет, они на международных конкурсах завоевают первые места. Ну как только получил специальности, из Барнаула долой. Ему-то надо здесь развивать Алтайский край, а они все уезжают. Это он говорит, губернатор-то. А потом говорит, ну и что? Ну уезжают, ну куда они уезжают? Ну примерно мы так следить-то можем где-то. Это же наша страна, она нуждается в таких хороших людях. Это и хорошо, что они еще где-то работают. Они работают, там, Москве. Почему? Алтай самый низкооплачиваемый район. Тут квартиры самое дешевое в стране. Квартиры. Иначе никто не продаст, не купит. Ну прям копейки платят-то. А вообще не платят даже. Вообще бывает. Вот поэтому это везде, это тенденция к этому. Они уезжают. По-настоящему верующих, я был у мусульман, по-настоящему верующих. Вот взрывать друг друга, начините взрывчаткой. Таких вот у нас много. А чтобы вот так, как написано в нашей священной книге, и чтобы вот так они стремились, и сами, никто не заставлял совершать намаз, там они просто там, это, закят сорвать там. Нет. Мало. Мало. Вот с кем не поговорили, а? А еще удивляешься, Христос сказал, много званых, когда много проповедей. Он ему сказал. А избранных мало. А сколько мало? Ну, 500 тысяч. Тысяч? А сколько спасется? Два человека. Ты выведи процент мне. Это 0,001. Более 1,001. Вот как. Тысячная процента. Так это, Господи, как так ничего? От этих ядов. Племя пойдет. Бог уничтожает и воздвигает. А сколько? Авраам. От Авраама расплодилось эти 5 миллионов. Гитлер подрезал там. Холокост. 6 миллионов. Ну, говорят, что там меньше было. Не знаю. Но дело в том, что это же для народа-то молодчисленное народу. Полнорода. Ничего у Бога, все вымерено. Ну, представь, 4 миллиона. Где? Кампучи. Приходят полпот. Янгсари. Их начинают. И половина населения уничтожили за время своего правления. Половина. Три. Три. Три миллиона. Вот так. 9 миллионов было, уничтожили 4 миллиона. Вот так. Колодцы, все засыпаны трупами были. И они, главное, мальчики, девочки, они перестали улыбаться. Они у него, что у него мышцы, которые, ну, показывают. Мы улыбаемся за счет кожи, которая на лице ползает. Нету. Женщины репродуктивного возраста прекратили зачатие. Вообще нету. Шок. Как они все придумали. В первый же день все машинки, машины, все сдвинуть в кучу и все. В Корее Северной показывают сейчас. Если вы знали, что ты смотришь телевизор где-то, смертная казнь. Если у тебя телефон где-то какую-то связь ты схватил в зарубежной, смертная казнь. Это сегодня. Я уничтожил. Нет, они прям мрут. Как они его любят. Жи Ким, Чин И. И. Да. А он сидит вот такая у него. Ну, ты не лабоишься. Они боятся. Да, конечно, боятся. А Сталина не боялись? Конечно, боялись. Не то, что любят. Плохой? Николай, Николашка. Почем была Салашки. А он вам задал вопрос. Много званых, но мало избранных. Вы как это говорили? А он говорит, ой, я хочу серьезный вопрос задать. Скажите, а кто возлежащий на этом пиршестве? Он сказал, а кто возлежащий? Я могу сказать, что невеста. Она показана в разных видах. И возлежащий. Он не может понять. Не может принять. Узость сектантская. Он не понимает. Если она невеста, почему возлежащий я? Но это в другом варианте другая притча. Христос говорит. В одном месте он говорит, церковь. Я дверь. А в другом месте говорит, дверь Писания. Кто перелазит в Индию, они дверь уходят. Кто пастырь? И он что, сам через себя входит? Он не может понять, что он называется и пастырь, и дверь. Даже рабом его называют. Потому что не знают ничего. Мы должны быть верны Богу, а остальное в его руки. А как так? Как я так? Россия тогда исчезнет. Ты не о России думай. Думай о себе. Вот он баптист, сам вышел на меня. Нет? Будет ли еще где-то, не знаю. Сам уехал из России и печется о России, да? Да я ему сказал, когда баптисты были на беседе, ничего не приняли. Прошло 30 лет, и один там где-то застряла машина, все ушли за деталями, а он остался. И ходил, размышлял, и бегал, внезапно открылась. 30 лет надо беседовать. Это щеледро старство-то идет, а мы ждем. Это же обман. Это прямо под антихриста подводит. И мне сразу позвонил из Америки. 30 лет. Ему это понравилось, что вот это вы рассказали. Он говорит, ой, Игнатий, в таком возрасте ты еще открываешь такое это людям такие... Какой возраст? Я это ни слова не знаю. Нет, нет. Что вы такой энергичный, такой это с отцом вашим, своим сравнил вашим. Вы знаете, как написано, детский возраст, только это международная организация ООН, которая определяет возраст человека, там сколько есть, и пишет, вот это младенец, вот это детский возраст, вот это юноша, юноша до 44-го года. 44-го года? Юноша до 44-го года. Молодой, молодой, до 44-х лет. Это от 44-го, даже это зрелый возраст, 60-м до 72-го, кажется, старый, а там еще какой-то, а там уже, да, дальше 92-го уже пожилой, все, больше ничего нет. И стрелка идет, сколько проживешь. То есть определяют. По Библии до 30-ти лет считались отроки. Отрок, 30 лет. Да, 900 лет жили, конечно. Ну, это они тоже думали, сошлись два военачальника. Ну, еще. Ну, давай покажем. У тебя работает ОМОН? Работает. А у тебя, так вот они бойцы стоят, СОБРа. Хорошо, пускай поиграют. И выжить, говорит, юноши играть. С той стороны и с другой, по 300 человек. Отроки. Отроки. Отроки-то. Стали борцы. И каждый вонзил друг друга меч, и все 60 умерли. То есть как они поиграли. Порезвились. Пускай выйдут, поиграют. По 16 написано, по 16 человек, 32 человека. Одновременно, да. И картина Гюстава Доре, и там я прям посчитал, да, точно, все пары он определил. И друг друга, кто задушил друг друга, кто заколол. Все до одного, ни одного не осталось живого. Даже это удивительно. Удивительно. Обычно после какой-то битвы хотя бы 5-10 процентов остается, а тут никого. И вам поиграли, да? Поиграли. Главное, поиграют пускай. Так что, поэтому сегодня рассуждать о том, много, мало. А Господь не боговарит ко множеству. Не боговарит. Сколько нашлось на Содом, Гамору пять городов? А вот только трое. Да еще одна не дойдет, дорога останется. Четверо было. А еще трое, еще двое согласятся отца соблазнить переспать с ним. Это избранники, которые пошли. Избранники, ой, да. Да, которые дети-то родились. А ты кто? Отец. А дедушка кто? Ну и я дедушка тоже. Отец и дедушка одновременно. Лотто стал. Его никто нигде не осуждает. И два народности пошли. Так оно кончилось. Не кончилось один. А дальше от одного пошло. Мы очень далеко семя сеем. Очень далеко. И поэтому люди, которые... Вот только я сейчас пришел, вот сейчас, вот в этом утром-то, и один пишет, я недавно на Василина подал, но я поторопился. Я был неправ. Я поторопился. А теперь он уже осторожнее. Уже получше. И при том, это не один человек уже так. А я вот там смотрел ролик-то, я так вас судил, но до конца не досмотрел. Я свои слова беру обратно. Я сказал-то, я до конца не досчитал. Вот видишь как? Поэтому растет, вот она растет. Бог знает. О ком не думаешь, что-то обратится. А вот как объяснить? Извините, я хотел сказать, что вот этот интернет, он как специально для нашей общины изобретен. Вот только вот у нас становление общины прошло, начали дети подрастать, и как раз работа на интернет. И это... Представьте, если бы не было интернета, и дети вот так уходят, и никого не можем... Университет там закрыли, там нельзя... Нам хватит болтать. Кроповедь запрещают чуть ли уже, Слово Божие распрыгают. И чем нам занимать? Как? В чем дело-то? Непонятно было бы. А это вот то, что у нас есть интернет, это прям надежда, как якорь где-то заброшенный, за завесой. И надежно так. Все время книги-то идут спрашивать. А еще книги, да. И газеты не напечатаны. А столько книг издать, и по сегодняшней день, по-малому отходят. Надежда на книги, да, еще, конечно. Очень, очень большая. Первое дело. Вот перед этим он послал только на Украину, сейчас его послали в Израиль, сейчас опять сегодня на Израиль, завтра пойду на Израиль отправлять. Видишь, где пробуждаются. А там священник, он сказал, он говорит, а я слышал, слышал, я читал отзыв Кураева о Лапкине. Это как путевка. Кураев меня назвал самым великим, знаменитым, там, миссионерам. Священник это друг от друга. Да, получается так, что вот книги, вот если кто-то последовательно, вот как у вас все есть книги, прочтет все книги, он будет, ну и он примет это все, он будет членом нашей общины. Вот будет здесь сидеть. Вот тот только, кто вот это вот все будет знать. А кто все это не прочтет, не будет до конца знать, он последний, самый сложный, он очень тяжелый, вот мы сейчас его проходим, трехтомник, Новый Завет. А здесь все это раскрыто, все это раскрыто опытностью. Все улучшено в этом. Я посчитал где-то, 6 или 8 параметров, которых нигде нету. За 2000 лет не было этого. Толкование с комментариями, 297 комментариев. Важные места описания о проповеди, выделенные, разбиты на каждом стихе, определенно показать. Я разные издания знал, блаженного хофилакта. Кроме того, иллюстрировать, 240 иллюстраций, это никогда в мировой практике не было. Поэтому у нас супер уникальное издание. А почему? Очень сильно жаждали. Я помню, тут выставка художников была, я везде бродил, искал, с художниками договариваются. Думал так, картины черно-белые, это Густаво Дорова есть, Дора есть, а теперь их замазать, а потом все это нарисовать. А получилось нет, каждая черточка осталась. Да. Твоя работа? Да, есть в этом. Господня. Вот так. Господь на сердце положил мне. Если ни один художник не согласится, вот прям на сердце, я думаю, подойду к Игнату Тихоновичу и скажу, давайте я попробую. И все, никого нету, я подошел, Игнатий Тихонович, давайте попробуем. Начинай. И в этот самый момент появляется этот Женя. Женя, как Кременов. И у Третьяковых показывает мне первый раз на компьютере, как в фотошопе разукрашивать. Это, это я сразу позвонил, Игнать Тихонович, тут это все, он такой, что там, я не понял, что вы там, а, ну Женя, ну ладно, двойнука приедите, приехали, когда показали, женщинку сделал всю синюю. Я говорю, а что все синяя? Ну это же вода и рыба. Это же рыбаки. Все синие. Я говорю, а что все синие? Ну ладно, говорит, если ты по-другому можешь, давай, начинай. Вообще интересно, конечно, было. Я первый раз, когда мы пошли дальше. А то скажут, вы со всеми исследуете писание. Вот у нас Раиса Николаевна. И закладки какие. Да мне вот интересный, вопрос волнует, какой. Почему сейчас женщины-то все, это, одеваются в штаны-то? Это какой-то ужас. Ладно, все, ясно. Начинаем дальше, продолжаем. 11 стих, тита, первая глава. Каковым должно заграждать уста, они, то есть, подождите, толкование продолжаем теперь. Посему таким нужно заграждать уста. Если не можешь, не будь епископом. Видишь, что значит непокорность в связи с ребролюбием и постыдной корыстью, как написано. Как они разращают домы. Восклицательный знак здесь в толковании. Они рычаги в руках дьявола, посредством которых он разрушает домы божьи. Заграждай уста, а как? А только сейчас что вы запрещаете? Бог дал свободу. Да. Это уже сегодня. А написано, что запрещай уста, чтобы закрытые были. Он не знает. А вылазит и говорит. Надо знать эти слова. Он может так сказать, так, а тебе надо говорить или нет. Самое-самое первое это решить вопрос, надо ли, не надо отвечать. Вот я, когда комментарии идут, вроде где-то мной поставлены, записаны. И комментарии там, всякие разные-то. Ну, примерно на 100 комментариев я только один отвечаю. Когда спросят, где можно книги достать или что-то такое. А так нет, зачем? Все сказано здесь. Все. 4700 ответов. 4124 ответа дают. которые сохранились. Это если кто-то, ну, кто будет книги открытым оком проходить, там даже есть такие вопросы, которые у него никогда бы у человека не появились. Не возникли бы. Не возникли бы. Никогда. По всем параметрам есть вопросы. Интересно, когда на занятиях были, один подошел и говорит, а мой младший брат говорит, Игнатий он сам вопросы придумывает, а потом на них отвечает. А сам подошел, а вот так вот смотрит книгу, а книга поступила новой том-то. Он там, а вон мой вопрос. Мой вопрос, говорит. Уже в книге-то, а говорит, что Игнатий придумывает. История дальше, а брат говорит, о, и мой вопрос здесь оказался. И все. Лучшее доказательство. Я бы его сам придумал вопросы. А там 1136 проповедей на сайте. И там каталог по алфавиту, как называется, проповеди, а второй алфавит дается по местам писания, на которые есть. Матфея, глава такая, стих такой-то, страница такая, том такой-то. Знаешь, насколько это все удобно искать. Священник, если он знает, а в основном это на места писания, которые, как называют, порядковое чтение. Священник открывает, у меня сегодня на Луку пятая глава. У вас есть? Я говорю, открываю, он открыл, о, а где Том? Так он полез, сразу достал. Видите как? У меня был один священник приехал, но ему это все понравилось, он решил себя испытать. А я вот так из мешочков толкнул, к низу-то, и 1002 примерно записок выпало. Я их копил, 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 я все такое, это знаешь, Плюшкин, все берегу, а потом вдруг раз оказалось, он разулся, на кровать залез, и вопрос, так, это я уже знаю, вот это себе, сидит и набрал, набрал, я не знаю, сколько вопросов, может 10 или меньше, и мне подсовывает, а я эти вопросы даю, Нафанаил был, сидит, а я сзади хожу, меня трогать нельзя, в это время меня нету. Он говорит, а мне нужно сразу вспомнить, какое местописание Библии говорит, какой святой отец об этом говорил, какой это канон, а канону 713, и каком житие об этом сказано, а житие, которое сказано, это 1176, житий, биографии-то, я это должен сразу говорить, он говорит, а бывает так вот, Надежда Васильевна подсудится, что тебе надо, а я пришла там попросить Сахару, все, ее еще нету, мне начинать заново надо, я едва-едва удерживаю в памяти, это, даже не выскажи сколько, 4000 стихотворений, в голове, какой поэт сказал, где искать, и ты со своим сахаром, да забери ты мешок, и больше не приходи только, приходи когда, отдам все, только не лез, а он сидит, и один раз так, печатали, печатали рано утром, а он 10 пальцами печатает, к слову сказать, печатал 10 пальцами, и по-английски, и по-русски, я одного человека только знаю, нападал так, и, он говорит, у меня все куда-то исчезло, обычно если это исчезает, то оно в корзину летит, нету, есть еще одно место, куда-то прячет система, посмотрел, и там нету, а я отвечал, это столько серьезный вопрос, и столько, где-то часа два записывали, и все пропало, когда вернулись со службы, я начал тогда, ну давай по-новому, сар, вопрос тогда отвечать, когда ответили, он говорит, вот этот вопрос, более полный ответили, чем тот, но в этом, того огня нету, который в том был, здесь я от головы говорил, а там я говорил, на этом подъеме, кто-то кто мне это говорит, это нельзя запомнить, но все равно вопрос здесь есть, вот вчера мне один говорит, не то что как-то, он преподаватель в академии, в государственном университете, ваш Красноярский, и в Метрополии там ведет, вепархии занятия, я говорю, если бы награда была мне, мне, меня предупредили, Путин вот как, с того момента, когда объявляет, награда Осипова, Алексея Ильича, а в это время вы сказали, награда, лапки награды Тихоновича, что бы вы сказали, он мне вопрос задал, ну я говорю, вышел, в первую очередь, вышел бы, какой я есть, с этой бородой, не подстригал бы ее, в поиске и в сапогах, ну а дальше-то объявили бы, кто они говорят, профессор Московской Духовной Академии, они даже и представят, люди-то в зале-то не знают, награда-то идет принародная, а здесь Путин стоит, у него ордена, ему подносят, а он им вот сюда приклеивает, прилепливает. Ну и объявили меня, как, как меня везде представили, проповедник, миссионер, борец за права человека, реабилитированный, политзаключенный, вот так бы мне надо представить, другого-то у меня нету, я не профессор. И он-то и говорил по-своему, а я начал говорить, с учетом того, кто я есть. И он, когда прочитал этот ответ, у меня, говорит, не вмещается все это, это за две минуты с половиной столько сказать, это даже не стихотворение, где более сжато, это что-то совершенно другое. Я раз прочитал второе, и вижу, не могу даже до конца дойти. А как вы сказали? Никак, на одном дыхании, как говорят, на одном дыхании. Я прямо вообразил, что я там нахожусь, и я как раз об этой железке и сказал, она ничего не дает. Главное, что мы собрались здесь, дается это орден дружбы, я теперь о дружбе выписываю одно местописание, второе, каким надо быть, блаженными городотворцами, тогда мы все будем едины. О рождении слышу. Или там, благодарим вас, Владимир Владимирович, за ваше участие, что к церкви, я нигде не приветствую, ни прощание, зачем мне это нужно? Мне главное сказать, бросить, а он не поймет, напечатаем. Он сказал, речь у Осипов, и речь внизу напечатанная. И эту речь его подрифтовали за две минуты с половиной 15 раз. Осипов говорил одни слова, а он же тут стоит, говорит, тут нельзя изменить, а печатать-то можно хоть как. И они убирают, что-то там рифтуют. Я посчитал, что если он вел занятия, и часовые такие, он на каждом уроке 440 ошибок, или там сколько делал. Его слушать ни в коем случае нельзя, как учителя. Понятно. Я начал говорить о происхождении человека, Осипов, в другом месте, что человек, как произошел человек, нельзя верить тому, что написано в Библии. Вот так и говорить. Прямо открытым текстом. Но еще слушать. Ну вот такое дело. Медаль ему и дают за это. Ну да, давай. Нет, я сейчас сниму. 12-13 стихи. Из них же самих один стихотворец сказал, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Знаю, у меня есть. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Сейчас, батюшка. Сейчас, батюшка. Толкование. Блаженный Феофилак. Спрашивается, почему он привел свидетельство из греческих писателей и одобрил его, хотя оно несправедливо. Да и кто это сказал? Правда, сказал Эпименит. Более всех греческих мудрецов, занимавшихся предсказаниями и имел остивлением богов и славившийся благодетельным даром прорицания. Он действительно, когда увидел, что критяне воздвигли гробницу Зевсу и стали почитать его как какого-нибудь человека, как бы ревнуя о славе отечественного бога, составил следующее обращение к Зевсу. Двоеточие. Будучи таким-то и таким-то, критяне воздвигли тебе гробницу. Между тем, ты не умер, ты всегда живешь. Живи, все живы. Да. Этому изучению Павел дает теперь свидетельство истины. Как же он делает это? Ведь если сказано истина, значит Зевс бессмертен. Нет, не на это апостол обратил внимание, говоря, что свидетельство истина, но на то, что Эпименит назвал критян лжецами и прочее утробы ленивые. А какая польза в языческом свидетельстве? Через это он лучше всего подействовал на них, представляя им в доказательство их надменности, их собственных писателей. Павел обычно делает так, подобным образом он рассуждал и с афинянами на основании Арата, что тот приписывает лжеименному Богу Зевсу, то он относит к истинному Богу, так как на основании их собственных свидетельств они лучше могут убедиться. Подобным образом и с иудеями он говорит на основании пророков, а не на основании Евангелия. Так поступает и Бог, привлекая к себе каждого привычным и верным для него путем. Так волхвов посредством звезды читаем Матфея Иван говорит Матфея вторая глава Саула через волшебницу Айндорскую первое царство глава восемнадцатая так как тот верил ей а гадателей через животных коров везших кивот и это не значит что языческие гадатели говорят правду напротив он обличает их их же устами и в Аллахаму Бог дозволяет благословлять и пророчествовать читаем книга чисел глава двадцать третье и двадцать четвертое ибо обычно всегда оказывается снисхождение для нашей пользы почему же Христос и апостол Павел запрещали демонам говорить и свидетельствовать потому что достаточно было знамений чтобы верить и Христос сам пропоредовал о себе и этого было достаточно при том демонам не воздавалось поклонение а идол не сам вещал поэтому бесам и запрещалось говорить так как они говорят лжецы что объясняется их коварство бечеугодливое то для них нужно сильное и обличительное слово ибо кротость для них бесполезна как тот кто укоряет кроткого человека губит его так и тот кто льстит бесстыдному человеку портит его не давая ему узнать себя самого здесь говорит апостол не чужих должно обличать а своих бегать свои что чужие боялись сколько нужно знать всего и апостол разговаривает с титом этими словами то есть он знает что он понимает его а вот мы не поняли бы арат какой-то мне вопрос задают вот у нас умер такой-то и вот где он теперь находится там еще что-то где-то моя книга там где-то в библиотеке в центре России это тоже сегодня это сегодняшняя почта я вашу книгу читал и вы говорите неправду я говорю я ничего ему не отвечаю думаю узнаешь что а вот неправда вот в чем что вы приводите конфуция мудрец там восточный к нему обратились и говорят вот у нас родственники умерли так нам надо ходить на кладбище свечки ставить то другое заботиться о них он говорит знаете если я скажу что надо заботиться о мертвых то вы живых забросите и будете на кладбище ночевать я скажу не надо вы вообще хоронить их не будете бросить здесь поэтому умрешь узнаешь если польза от наших молитв заумрошек а он говорит это вы обращайтесь к язычнику к нему все будут обращаться да Павел обращается приводит они не знают ничего то есть он по своей мелкоте какой-то может быть отщепения сектант апостол Павел приводит где-то мы сейчас прочитали речь ведется о Зепсе так не только здесь он приводит он приводит и в других местах это неоднократно ну и что ничего если полезно я беру Мартина Лютера а вы к ним склонна но он сказал хорошо я и взял он говорит в Библии есть только одна книга Библия и только одна личность Христос два слова Христос и Библия еще он плохо сказал отлично и он сказал хорошо еще ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны а что затоустая говорил но в такой форме нет такая доступная простая и понятная я бы мог не говорить кто сказал но я сказал сказал Мартин Лютер и на меня долбят со всех сторон то есть они по своей мелкоти они ничего не знают я привел стихотворение Евтушенко он умер 1 апреля нынче и там же говорит обольстители толпы из той же самой партии попы и вот они как лезут в мавзолей вдыхают как будто в церкви елей и крестят то в нос то в пах и вся вера ваша в попыхах высмеивает ну посмотришь как они как ясно крестился я привожу Евгения Тушенко другие поэты привожу стихи из 300 поэтов за 300 лет России 300 поэтов за 300 лет ты понимаешь какой это материал я не скрываю что все это я получил благодаря Евгении Тушенко мне не надо быть плагиатом у меня своего материала хватает но иногда я беру музыку ту же самую которую поет День Победы попросили я свои слова вставил и теперь Христос воскрес воистину воскрес там солнце гаснет там не вечером а днем ну если если на ваши стихи цоя переложили лагерь стан степи на возной куче что-то вы говорите интересно подходит к музыке Витя все время вложил на музыку а тут на музыку положил костер в отдаленном это месте хорошо воздух чистый оглашает пение птиц наш костер говорит как судливый горшок звезды искрами рассыпались вниз и Витя написал не пойдет поехал к Игорю барабашу я говорю надо вот музыку составить дети будут петь это гимн костра будет гори огонь гори маленько погодя Игорь с гитарой и попутно Лену подхватил он говорил пришли а я помню я сидел писал что-то на веренде и он говорит у меня вот такие слова книга стихов там написано слова мои а музыка барабаш Игоря и он заиграл запел и говорит это она самая есть в отдаленном этом месте хорошо воздух чистый оглашает пение птиц вот это а потом я еще написал такой же на той же мотив но только по другому в этом месте нам помогут соловьи петь помогут соловьи второй вариант песни а сейчас могли бы написать ни одного я на все смотрю уже отстранено как с той стороны очень много сделано очень много там написано того что выше моего интеллекта вчера с Володей считали стихотворение я картинку копирую 9 вал айвазовского я говорю так постой я сейчас заряжу у меня все стихотворения одним файлом идут я говорю слово 9 зарядил 9 ну хоть раз встречается и она постепенно вывела мое стихотворение остальные как 9 а стихотворение 36 строчек все стихотворения если я скопировал теперь буду рассылать я их забыл давно уже там лет 10 назад там столько натолкано когда мне говорят что как ты будешь подстаровать жить какой ты найдешь покой с какой егой а я говорю не верю вашим злопыхательствам чтобы я лежал как пес побитый не будет этого я лежу как будто бы дождусь сыновей от сыновей и снова ветер ударит в грудь мне суховей и вот они придут а у меня патронами расставлены кассеты тогда были и все стихотворение этим заканчивается 9 вал там плещется у ног море стеклянное уперность мне в ложе на котором откровение говорится есть стихотворение написал когда пасторов некому пасти я пошел и оно на поле мне далось такое и он на музыку положить только надо лет 10 назад а за то что мы дороги ездили представь генпутешествие сушите сухари уходим до зари поход нелегкий и не близкий будет все что съел и горит сгорит маящат впереди без праздников лишь будни у нас так и было ни праздников ничего как вы месяц не знаем где голова будет лежать в одном месте я снимок такой много книг у меня лежит и я на них прикормил на книгах они вот так лежат и я на них лежу ну отсылали то 4 тонны примерно а потом разбирали ездили где мы ночевали особенно один раз было даже испугались ночь поздно а выезжаем так что ближе к тому месту к городу к которому утром нам надо идти чтобы когда они придут на работу мы там ждали их ну и нашли углубление тут маленько посветили щищи насобирали там надо ужин сготовить картофка морковка там все утром встали а рядом таблички нигде близко огонь не разводить тут идет газовая труба а мы вот раньше спустились с опорошенной травой и на газовой трубе это костер-то развели вот это был свервер хорошо что хорошо сваривают о так мы скорее скорее потушили да как дергали оттуда бежать ну а два раза было чудо один раз тут крутились крутились и наконец нашлись съезд с дороги и там где на реке видать лесополоса нет подъехали не лесополоса а такой околочек и мы остановились когда по закону у нас я должен разводить костер они готовят картошку я разводить каждый раз туалет копаю я а заваливать будет Сергей Павлович когда уезжать будем я начал разводить ну ночь ничего нет я вот так остановился на коленке снял траву вот так наклонил поленица совершенно никакого следа нет одна вот такая трава растет я вот так наклонил беру вот такие вот какие надо нам полежки лежат нарублено все поленица лежит ну такого не бывает ни следа ничего нету кто мне ее дал там я подозвал братья поленица лежит ну и давай тогда сразу разжег все это вообще нельзя придумать даже один раз ехали не можем съехать с трассы горы и уже сборы проехали из кемерово ехали и наконец николай увидел далеке боящий лесок но свернул туда крест ну поехал маленькой подальше тут машины гнать еще проехал стоп останется я взял лопату копать в темноте сплошной копать на это место то и точно на пешку свою который когда сюда ехали тут еще я в темноте в эту печку воткнулся это нельзя сделать это из миллионов вариантов нельзя сделать ночью не зная где какой лес где остановились и прямо на нее лопатой при печку ватнулся я это все убрал который сверху пластырь лежат и теперь опять по номеру дожди скорее морковку свои телеть такая вот ямка вот такая длины а когда я затоплю сверху решетка железно на нее ровно решетка сделано чайник там сколько там 5 литров то и кастрюлю такая же это надо еще надо когда мы выживали заравниваем ничего нигде не только ямка остается я не который землю одна ямка ровно вот так вот углублена или остается ямка решетка такая на ушах она висит это вообще удивительно мы когда ехали я везде писал опыта никакого нет я считаю где опыта нету дайте нам а когда уже вернулись из последней поездки опыта какой у нас ни у кого нету теперь все страны европы захватили прибалтику скандинавию турцию с той стороны прошли здесь все республики 6 мусульманских республик этого образе только приехали санкции вели и главное где пугали на какие государства то там проще как накрыли польша то там такие дороги там так смотрят мы цель казахи польша минут двадцать на той стороне пропустили притом еще рукой махнут а знаете когда будете в дании там к собакам так привязывается не того света если документ ветеринарное бесполезное дело собаку не пропустят нас хоть бы один раз остановились на украине самое трудное было дать взятку дай ему что-то на лапу самые крохоборные украинцы я тогда вытаскиваю самая дальнобойная артиллерия трехтомник на стол вот все обратно едем а вы не могли бы мне подарить ягод это тысячи стоит я посылаю действительно православие книга то где-то это 200 долларов 200 своим то это намного дешевле за границу я беру той стоимостью какой она стоила когда издавал тот год а мне зачем сегодня на сегодня если та цена таки одну книжку не издам нигде так не приставали дай как на украине иначе но книги вот я вчера отправил там виза это 1200 отправленную украину две с чем-то тысячи вот понятно стоимость за почтовые за те же книги ничего не сделаешь за одну книгу не все оплачивать почему за 4 и какой порядок обычно предоплата а у нас так я им пишу они ознакомлюсь с книгами выбирают что надо пересылает деньги фотографируют чек я иду деньги получаю никакие передоплаты у них должна быть стопроцентная доверенность мне а потом отсылаем книги ни одного раза сбоя не было один раз было в воронеже зима наступает они говорят но деньги весной посылали вам а книги то еще не дошли как не дошли так я же поставил у меня отметка идет получили отправил когда нету а где не знаю на почту они готовы посылка лежит здесь она вернулась говорит потому что хозяев не было дома я им звали вы где были а в отпуске были да почему же никому не наказали то они вернули теперь что вы мне вернули я платить но почтовые расходы чтобы не дети вернуть я теперь его покупаю у них тут назад переписываю и им опять отсылаю за свой счет они дам и оплатит они оплачивают я плачу я плачу они хотели оплатить я его покупаю и теперь снова подписываю и опять плачу за почтовые расходы и все-таки он получил один случай был я его замазал он когда я заплачу это вы виноват игру нет это от меня выходило не дошло я расходы взял на себя сохранить отношения один в америке в америку это так дорого послали а он дьякон еще вот там я не знаю показалось дорого но сказал бы дорого там я или что там сказал бы а деньги не высылал меньше и он не долго думает когда ну и обратно а деньги то я заплатил большие пришла покупать еще дороже я бы его когда будьте не ладно а я снова еще книгу одну доложил ему заплатил и сказал не высылай назад и мне вообще ничего за них не давая просто дарю тебе и все на этом закончилось обиженного ни одного нету то есть я взял все расходы и бесплатно дал книги вот лена хочет хотела поведать мне пошли с полей на предшколу платно в нулевой класс и вот она меня на этой неделе на какая хочу в платке на занятиях поле я побоялась даже побоялась прости меня господи она бета я хочу и все я и плата погладила я подошла главное которая занимается все этой детским садом их ним я говорю можно нам платки она посадила я говорю ребенок хочет ходить ну раз хочет но пока вы платно ходите вот перед первым классом вот нулевой класс выходить а с первого класса нельзя у нас дресс-код я говорю как говорю по всей стране гривен даже в новостях передавали что нет у нас в школе закон в платке нельзя игре мусульмане как никто не спрашивал играть первое спросили за всю историю школы никто не изъявлял паспорт здесь женщина фотографируется русские наши сестры вот так вот это мусульмане добились благодаря им сейчас на паспорт можно и все у нас не просят мусульмане бесплатно как платка боится сатана вот смотрю одеты вчера там зашли эти мессианские евреи это платье до полу там шестеро девушек идут по берегу поют песни все аллилуйя все бесплатков все до одной женщины сидят как только дошел до мусульманских сидит мог рамзан кадыров там совещание там и женщина есть учителя все до одной платках хиджаб надеты как они борются за соломудрия а вы мне один сегодня сказал тоже как раз сегодня все вывод все положительно отзываетесь об этих а мусульманов то вы такой ласковый с ними то в книгах вы от них праха не оставляете в книга своих на можно им послать ваши отзывы мусульманам то с какой то ли меня испытывает я говорю пожалуйста дело в том что в каждой мусульманской республике полный комплект книги подарил вот так а я скажу я другого ответа вас и не ждал я бы сходили только чтобы они не знали ничего подобного интересно что она со школы пришла я говорю хоть один кто-нибудь подошел спросил почему ты в платке 30 человек в классе никто не поинтересовался они маленькие сейчас самое время начинать почему плотка то боятся скажи как бороды почему боятся борода еще бородой работают даже борода там но без платка платок сегодня намного опаснее чем борода знак бабки с бабками общаюсь какими они говорят они не хотят платок они меня все время осуждают что ты как старуха у меня мама в дверь заходит у тебя голова потеет волосы вылезут она заходит сразу волосы вылезут и волосы не вылезай а с тебя скажи язык ядовит и уже выполз хочу интересно дима так как среагировал я ему прихожу и не знаю как сказать что я ребенка то в школу отправил он у меня не верующий но не гонитель слава богу слава богу повезло вообще если бы я на его месте была я бы не знаю вытерпела убила бы убила бы и вот я прихожу и говорю Дим ты знаешь я вот сегодня полю в платке в школу отвела говорю она она очень хотела он говорит ну ладно что отвела отвела я говорю ты знаешь учительница то против какой она имеет право чтобы против да у нас в стране закон такой мусульмане в школу в платке входят а почему это мой ребенок не может ходить в платке если он хочет это тоже на себе на все вопросы ну да 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 мне тоже пришлось от моей подружки самой любимой самой школьной подруги 10 лет в одном классе учились 6 лет на одной партии сидели последние с пятого по десятого и вот уже у нас 11 лет уже дети ну литера перед смертью и 32 13 прошло я сюда приезжала и и жарко было еще туда-сюда и я одевал у меня кто помнит сиреневый шарфик красивый мне как раз я не помню на работу а жарко так было я так вот его закинула вот так и сюда вот так и она я ну да ладно пойдем ко мне в кабинет зашла к ней она ну ты чё такая молодая красивая ты чё ты в платке то ходит позже себя ну молодец мы же православные а у нее библия у него дочь заказала библию в кожаном переплете очень известны в городе люди так кто еще последний давайте вопрос и все 5 секунд все до все все принимали где казахстан мусульманская страна и на работе платок уберите я с работы уволили поработала она что теперь делать достойно есть я кого истину положите тебя богородицу призноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафим без истинния бога слова росшую сущую благородицу тя величаем Игнатий Иванович всебогущий создатель любящий наш отец мы предстали перед твоим величием дай ему истинный страх пред тобою чтобы ни в чем не согрешать и помнить что все что мы делаем предстанет на суд божий благодарим тебя за воскресный день за эту свободу когда можем собираться и славить тебя благослови патриарха епископа священника всем и пастве дару и духовное рождение благослови правителей этой страны и других стран и мир дару израилю россии украине и сирии где война идет и научи нас ценить это мирное доброе время помоги нам пройти эту жизнь и не постыдно предстать перед тобою тебе слава за все отец сын и святой дух аминь аминь господи прими нашу молитву воздеяние рук как жертву вечернюю благоухание приятно перед престолом благодати твоей и соедини нашу молитву с молитвами всех святых молящих и тебе на небе и на земле услышу боже всемогущий молитву всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться они болящих заключенных путешествующих покинутых парализованных тебе слава за все отец сын и святой дух аминь 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 говори господи владыка слушать и дослышит раб твой аминь Аминь. Богу слава за все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Что интересно, мы пришли на школу, одни в юбки пришли, месяц отходили, все девочки в джинсах были. А моя учительница все время, она такая пожилая, ой, какая красивая девочка, да в юбочки ходит. И все, теперь, смотрю, раз, два, три, уже все девчонки начали в юбочки одевать, в платьишки одевать. Вот. Так, конечно. Эти штаны уже замучили. И к мальчике подходят, ты такая красивая.